Добрый день дорогие друзья! С вами я Мерсина Турецкая и это мой псевдоним. Сегодня восьмая часть обзора магазина А101 в городе Мерсин в Турции в районе Теджи. Начинаю я его с ответа на вопрос моей подписчицы по поводу вот этого набора кастрюль, которые стоят 529 турецких лир, ну 530, потому что здесь еще 95 куруши. Значит этот набор кастрюль состоит из двух штук. Одна кастрюлька три с половиной литра и другая 7 литров. И значит цена, да? Помните цену мы умножаем, ну грубо на 3,5 там. Турецкая лера немножечко просела сейчас, не 3,5 даже, 3,5-3,4, но все равно грубо можно на 3,5. Я напишу сбоку сколько такой набор кастрюль в русских рублях будет стоить. Я сейчас вам его покажу как он выглядит. Там есть крышка с клапан, то есть она закрывается. Я ее сейчас просто открыла. Силы у меня не хватит ее закрыть. Выходит пар, да, лишний. Вот этот тоже клапан здесь есть. Вот эта кастрюлька получается на 3,5 литра и вот эта кастрюля на 7 литров. Вот такая вот она высокая, с обыкновенной стеклянной крышкой. Но я так понимаю, что вот эта крышка, ее можно вот сюда вот перекидывать. Да, на самом деле очень хорошие кастрюли. Смотрите, они полностью сделаны из нержавейки. Вот такая вот она из нержавейки. И мне нравится, что она узкая. Я понимаю, что в ней можно что-то консервировать тоже. И компоты, конечно, варить и использовать для быстрого приготовления. На этом первый фрагмент я заканчиваю. Сейчас перейдем уже к более подробному разбору витрин. Итак, друзья, как я обещала, продолжим обзор вот с этой вот витрины. Вот такой крем, который разводится просто в холодном воде или в холодном молоке, стоит 13,50 литра. Там два пакетика находятся. Есть шоколадный и просто молочный. Вот такой вот крем тоже, да, посыпка для кексов 5 турецких лир. Вот такая вот паста-крем 12,50 литра. Вот этот очень хороший крем мы брали, 51,75 литра. Но тут много пакетиков должно быть. Да, три пакетика. Шоколадная тоже вот такая вот помазка. 12,75 литра, 10,25 литра. Тоже вот шоколад, который вот вкрапливается. Видите, такие крапинки шоколадные. Вот я их прощупываю. Вот они есть. Дальше сахар. 47 турецких лир, 2 килограмма. 5 килограмм, 113,75. Вот шоколадный такой вот, я не знаю, жидкий шоколад такой, который вот можно тоже, да, для украшения использовать. Выпечки 24,45. Ванилин. 10 штук по 10 грамм. 8 турецких лир. Там жидкая. А, нет, сухая какая-то составляющая. Тоже крем. Вот это вот паста-крем. 28,50. 8 турецких лир. Вот для приготовления пудинга, да? Смотрите, какао. 28,50. Ну, я так думаю, что это просто какао-порошок. Вот его даже чувствуется, что он там как порошок такой. Шоколадное что-то, да. 8,25. Вот такой вот пудинг. Лимонный, мне кажется, 7 турецких лир. Такой какой-то жёлтый, да? Вот в таких распаковках пудинг стоит 17,25. Не хочется шелестеть пакетиками. 11,50. Вот такой пудинг. 111 грамм. Вот это тоже что-то сухое. Тоже посыпки какие-то. 7,95. Декор-паста. Ну, для декорирования выпечки. Ну, это что-то интересное тоже паста, да. А, видите, какие посыпочки всякие. Интересные. 16,90. Вот такого. Вот видите, морковного цвета больше здесь. Ну, вкус разный, потому что цвет разный. Это голубой какой-то цвет. Видите, какие посыпки обалденные. Очень красивые. Всё для выпечки, для хозяев. Это дрожжи. Вот это вот тоже дрожжи. 11 турецких лир. Три пакетика по 11 грамм. И вот это тоже дрожжи. 9,50. Вот эти хорошие. Я их покупала. Очень хорошие дрожжи. 5 пакетиков по 11 грамм. 9,50. Дальше. Сахарная пудра. Вот в таких пакетах. 250 грамм стоит 10,75. Какие-то сухие палочки для приготовления вот такого блюда. Видите? То есть, это как полуфабрикат. 20 турецких лир. Коржи. 25. В России тоже такие же коржи продаются. Вот так можно сделать такой тортик быстренько. Вот взял такой коржик. Крем. Даже вот отсюда можно, да? Вот такое вот. И сразу сделал себе вот торт. Ну, у нас в России, да, продаются медовики. Медовик, чтобы делать. Да, я видела. Сахар. Кусковой. 29,91 килограмм. И также есть разных фирм тоже. Вот кусковой сахар тоже 1 килограмм. 26 турецких лир. То есть, цены разные. И вот 28,50 тоже. Это другой уже фирмы. А, кукурузная мука. Кукуруза нарисована. Сколько она стоит? Я думаю, что 9,75 и 10,50. Вот такая вот вещь. Это сухари, да? Молотые сухари. Для того, чтобы котлетки жарить. Вот это хорошая мука. Я покупаю постоянно вот эту муку. 22,50. Потому что в Турции бывает мука, из которой только можно печь хлеб. А уже что-то такое вы не сделаете. Вот такая. Вот тоже мука есть. 28,50. 2 килограмма. Ну, здесь тоже 2 килограмма. То есть, по 2 килограмма. Расфасовка. И вот такая большая. Вот пачка муки. 5 килограмм. 59,50. Типа кукурузный крахмал, наверное. 7,25. А это вот крахмал. Прям вот чувствуется, что... Прям крахмал, но какой-то другой. Или не кукурузный. Просто какой-то пшеничный, да? Крахмал. Тоже 7... А, 7,50. Тут 7,25, этот 7,50. 500 грамм. Верник. Это тоже крахмал. 8,75. Вот так посмотрели. Мы смотрели вот такую небольшую витрину. И теперь давайте еще молоко посмотрим. Именно такое пакетированное молочко. По-турецки молоко вот так пишется. Сют молоко, да? 1 литр молока. 21 турецкая лира. Вот это молочко, ну, подешевле. 18,50. И молоко бывает разных... Разной жирности. Разный процент жирности. Вот этот 3,5. А вот здесь, смотрите. 0 процентов жирности. Кстати, ну, вот, например, да? Отличаются по цветам. Вот это вот молоко. 1,5 процента жирности. Вот осеннее получается. 33,1. Также есть вот такое фирмное молочко. 3,5 процента жирности. Стоит 19,90. Вот 3,5 процента. И различные детские молочные коктейли. Так, детские молочные коктейли. Вот такой, например, с бананом. Вот этот явно шоколадный. И вот этот, наверное, с клубникой. Да, точно, с клубникой. Ну, дети это очень любят. И также есть молоко, которое... А, кстати, такие детские коктейли стоят 5,75. И у них, я так думаю, что 200 миллилитров. Да, вот, 200 миллилитров. И также есть молоко в маленьких баночках. Таких вот. 5,50 стоит. 3,2 жирность. Также есть вот такие зеленые пачечки молочка. По 200 тоже миллилитров. 7,95. И вот такое фирма молоко. 7,50. Полтора процента жирности. А здесь, кстати, 3,3 процента жирности. Так, вот это молоко. Уже больше, да? Пол-ритра. 500 миллиграмм. 14,50. И коктейли также детские есть. Другой фирмы. Банамовый, опять же. Клубничный. Шоколадный. 5,75. И 7,45. Вот такой данон. Данон всегда дороже фирма. Смотрите, вот с такими вот пони. То, что дети очень любят. С машинками. В общем, детям уделяется большое внимание, для того, чтобы они все-таки пили молоко. В широком ассортименте представлена детская молочная продукция. Чего я не наблюдала в России. И цены такие, да? Цены приемлемые. Ну, уже тоже молоко разных фирм. Ну, в среднем цена, значит, самое дешевое молоко получается. 18,50. Даже вот есть по 17,50. Полтора процента, да? 17,50. И самое дорогое получается за литр молока мы видим цену 26,50. Так, друзья. Вот эта витрина у нас, опять же, посвящена детским товарам. Это памперсы. Какие-то вот печеньки здесь. А, ну да, детское печенье, да? То есть, для ребеночка вот 7,00 плюс до 12. Цены такие, знаете, приятные. Вот смотрите, 1 килограмм такого вот, такой подкормки, да, ребеночку. 62 лиры. Тоже 1 килограмм 69 лир. 172 грамма 20 лир. Давайте по памперсам. Я так поняла, что здесь 7 штук, что ли? 22 лиры. 9 штук 22 лиры. А детское питание вот такое вот. То, что мы любим в России тоже, да? Одна баночка стоит 11,90. Ну, 12 турецких лир. 16,50. Вот такое вот детское питание. Яблоки и груша. А детские каши молочные. 79,50. 400 грамм. Цены, как сказать? Ну, цены приемлемые. То есть, это все умножаем на 3,3, на 3,5, да? Ну, грубо там, лиры. Она туда-сюда ходит, да? То есть, ну, в среднем на 3,5 надо умножать сегодня. Потом еще конвертация, да? Все это понятно, что не за чистую же монету мы покупаем, да? Переплачиваем. Поэтому на 3,5, грубо, если умножать, то вот получается такая приятная цена. В России таких цен вообще даже рядом нету. Все там очень дорого. Детские питания, добавки, прикормки. Это все очень стоит дорого. Вот такая вот, я бы внучке покупала, баночка детского питания. Вот здесь, если она стоит... Ну, вот давайте возьмем в среднем, да? Ну, пускай 15. 15 умножаем на 3, 45, ну, 47 там рублей, да? То у нас, мне кажется, это дороже. Особенно, если мясная какая-то прикормка. Там и 90, может быть и 100, или свыше даже 100. Детский шампунь тоже есть. Про детей поговорили. Теперь посмотрим товары для наших любимцев. Вискос. Смотрите, детское питание получается дешевле, чем питание для котов и для кошек. Такая вот баночка кошачьего корма стоит 47,90. И также есть собачий корм 49,90. В каком-то видео я там показывала, что внутри. Вот такая вот упаковочка вискоса 11,95. Сухой корм. Так, полтора килограмма, 219 лир. Ну, дорого, да. Питание для животных в Турции очень дорогое. Мы смотрели в разных магазинах. Дорого, да. На этом я заканчиваю свой обзор. В следующем видео мы с вами посмотрим вот эту вот витрину. Тут дошираки будут. Различные вот эти вот приправы. Вот эту витрину мы с вами посмотрим. И вот этот холодильник тоже еще. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok